Ну что же, привет мои маленькие друзья, а тебе привет из военкомата, и у меня наконец-то все решились вопросы с поступлением, и я могу отдать себя каналу. Что ж, я долго не мог выбрать по какой игре делать магистер ачивок, но все-таки решил уже до конца уже закрыть монстру, потому что, блин, когда эта игра только вышла, она сразу мне понравилась. Сейчас я немножко попизжу, а потом будут сами про ачивки, помотайте, если не хотите слушать мою болтовню. Так вот, я впервые узнал об этой игре от ютубера, конечно же, я не буду называть какого, потому что меня обвинят в рекламе и плагиате, хотя насчет плагиата я сомневаюсь. Так вот, короче, мне эта игра понравилась, я пошел ее гуглить у других ютуберов, затем я ее увидел у Джесуса, конечно, это не реклама, потому что, блядь, ну кто его не знает. Вот если вы не знаете Джесуса, вы кто, блядь, покажитесь, пожалуйста. Так, что-то я уже хуйню какую-то несу, это, видимо, сказывается кофе каждое утро на мне. Так вот, я сначала думал, что, блядь, 400 рублей стоит игра, у меня нет таких денег, Ниланка пизды даст, если узнает, что я украл. Вот, поэтому я скачал сторент, а поиграл и понял, что она стоит своих денег. Я откладывал с обедов, и я нисколько не жалею, что я потратил на эту игру 400 российских рублей. Если что, я живу в Беларуси, для нас это... у нас она стоит немножко по-другому. У нас там, не знаю, комиссии, санкции, ну, прядь, это не важно. Так вот, это... я следил за каждым обновлением и жду обновления до сих пор. Сейчас версия 1.5, и в последних двух или трех версиях вообще ничего не добавили. Только добавляют... только фиксят баги и делают оптимизацию очков виртуальной реальности, которая полное говнище, которое укачивает и которое очень быстро надоест. Еще и дорогое, поэтому... Вообще, покупать или не покупать, судите сами. Мое дело предупредить. Так вот, чтобы уже окончательно закрыть монструм, чтобы меня абсолютно ничего в этой игре не держало, я вам расскажу, как получить абсолютно все достижения в этой игре. Что из себя игра представляет, я расскажу по ходу... Я расскажу по ходу моей лекции, так что слушайте. Чарлис Дэвилс. Чтобы выполнить это достижение, вам необходимо умереть от всех трех монстров. Это у нас желешка, это у нас батя и это у нас вейпер. Согласен, погоняло не самое лучшее, но... Да, и посмотрите на этот фиолетовый туман, это как будто вейп. Умирайте от трех монстров в достижении ваше. I am away from face. Чтобы выполнить это достижение, вам нужно остановить монстра с помощью огнетушителя. Огнетушители, как правило, висят на стенах в разных коридорах на корабле. Bait and switch. Чтобы выполнить это достижение, вам необходимо сделать так, чтобы желешка вылез из своей ловушки, когда вы бросите рядом предмет. Думаю, пояснять ничего не нужно. I love it when a plan comes together. Чтобы выполнить это достижение, вам нужно сделать следующее действие. Вам нужно найти предмет, который издает перманентный звук. Это таймер для варки яиц или радио. Бросаете его в такую сломанную запертую дверь с окошком, естественно включенной, и шугаетесь. Ждете, пока монстр туда придет, выломает дверь, и тогда вы получите достижение. Внутри комнаты, как правило, лежит плюшка, которая поможет вам для побега. Ну что ж, а начну я, пожалуй, с примитивных достижений, а именно с достижений, связанных с побегом. Go to eat. Чтобы выполнить это достижение, вам нужно сбежать с корабля при помощи вертолета. Women and children first. Чтобы выполнить это достижение, вам нужно сбежать на плоту. И the hunt for me is over. Вам нужно... Что? Какие вы умнички. Вам нужно сбежать на батискафе. Сейчас я, короче, буду распинаться и рассказывать, что нужно для побега на том или ином средстве. Если вы это уже знаете и не хотите слушать, рекомендую перемотать видео на тайм-код, указанный на экране. Ну что ж, раз все зануды уже перешли по этому самому тайм-коду, поэтому я расскажу, что нужно для побега. Для того, чтобы сбежать на вертолете, вам необходимо найти, в первую очередь, болторез. Это такие огромные кусачки, которые можно найти либо в запертых комнатах, либо в технических комнатах, ну или же очень редко на мостике, там где находится плот. Что вам нужно сделать? Вы, короче, перерезаете болторезом цепи, которыми прикован вертолет к борту, затем открываете контейнеры. В одном из них должна быть заправочная установка. Вы ее пригоняете к вертолету, а затем присоединяете шланг. Далее вам необходимо найти две канистры с бензином. Это не сложно. Канистры с бензином валяются по всему кораблю и спавнятся абсолютно везде, кроме запертых комнат, насколько я помню. Но, да, в запертых комнатах их нет. Заливаете две канистры в воронку. Заливаете две канистры в заправочную установку, и все, что вам нужно сделать, это найти ключи от вертолета. Ключи от вертолета, как правило, находятся либо в шуфлятках, либо в жилых помещениях, ну или же их можно найти в машинном отделении, хотя я их там редко встречал. Далее вам нужно открыть дверь вертолета и нажать на рычаг на заправочной установке, после чего пойдет отсчет. Вертолет будет соправляться, и это будет сопровождаться большим шумом, и на который прибежит монстр. Вам нужно не дать монстру сломать топливный насос. Если он это сделает, то вам придется сбегать другим путем. Ждем примерно полторы минуты. В углу экрана будет показано, что task completed, вы великолепно садитесь в вертолет. Вы садитесь в вертолет, и будет катсцена того, как вы улетаете на вертолете. Монстр пытается вас достать, но у него ничего не получается. Кудах-так-так, пошли дальше. Лично, по-моему, сбежать на плоту легче всего, потому что для него нужны легкие действия. Во-первых, вам нужен скотч. Скотч находится в абсолютно везде, кроме запертых комнат. На столах, в шуфлятках, в технических помещениях, на полу в душевой, где его только нет. Его, как правило, несложно найти. Мне даже чаще всего попадается его дубликат, который я использую для заклейки камер. Когда мы нашли плот, его нужно осмотреть. После того, как мы его осмотрели, вам нужно заклеить его скотчем. Далее вам нужен насос. А вот с насосом может не повезти, потому что насос очень часто спавнится на той самой палубе, там, где находится этот самый плот. Но иногда его может быть на этих самых бочках и ящиках не быть. После этого вам надо будет его искать. А найти его трудно, потому что насос спавнится в запертых комнатах и в контейнерах. А контейнеры, поверьте мне, это то еще место, куда я не хочется идти. Ищите насос, надуваете насосом плот. Далее вам необходимо найти цепи. Цепи, как правило, тоже несложно найти. Все они бывают в запертых комнатах, они бывают в обычных комнатах, чаще всего в нижних палубах или в машинном отделении. В контейнерах я их очень редко нахожу, но нахожу. Нам нужно вставить цепь вот в этот кран. После чего мы, управляя краном, должны подцепить плот на цепь, затем спустить его на воду. Периодически убегая от монстра, разумеется. После того, как вы спустили плот на воду, вам нужно сесть на него. Но самое главное, это не прыгать вниз, потому что вы умрете. Вам нужно аккуратно спуститься по лесенке на пятую палубу и сесть в него. Далее будет катсцена, как вы уплываете, пошли дальше. По-моему, на батискафе сложнее всего сбежать, потому что для него нужно очень много всего сделать. И нужно найти детали, которые редкие. И очень редко бывают их дубликаты. Вам необходимо найти сварочный аппарат, который в 90% случаев спавнится в машинном отделении. Вот серьезно, я очень часто вижу его в машинном отделении и в комнатах в нижних палубах. Вам еще понадобится фара, которая очень часто спавнится на мостике, там где находится плот, и в комнатах на верхних этажах. Но еще он бывает в машинном отделении. Ну и также нам понадобится батарея. Батарея спавнится абсолютно везде. В контейнерах, в тех или иных комнатах, в машинном отделении, на мотке, абсолютно везде. Может где угодно заспавнится. И вам еще понадобится предохранитель, который дается в самой первой комнате, если вы его не потратили. А так, если его потратили, то вам придется еще бегать по кораблю и искать еще один предохранитель. Как правило, на корабле их не больше четырех. Вам необходимо сварочной установкой заделать сломанную панель, вставить фару, вставить батарею, вставить предохранитель. Как много слова вставить. Ну и затем нажимаем на кнопочку. После чего начнется обратный отсчет. Две минуты и вам нужно будет делать так, чтобы монстр не сломал эту самую консольную панель. А именно вы должны делать так, чтобы он бегал за вами. Когда высветится иконка task completed, бежим к установке, нажимаем вторую кнопку и садимся на батискаф, иначе он без вас уплывет. Что произошло дальше, вы сами знаете. Так, пацаны, я сейчас нагрублю немножко тем, кто мотнул видео, поэтому если вы досмотрели, то вы красавчиками. Ну что, петушок, мотнул, да? Неинтересно меня слушать, да? А ты будешь меня слушать, понял? Сейчас будут три ачивки, связанные тоже с побегом, и суть их в том, что нужно убежать от того или иного монстра. The Most Dangerous Game, вам нужно сбежать, когда с вами желешка. Well Done, вам нужно сбежать, когда с вами батя. И Фиензона, вам нужно сбежать, когда у вас вейпер. Child of the Nineteens, чтобы выполнить это достижение, вам нужно иметь в инвентаре 6 или больше глоустиков. Они спавнятся во всех комнатах, их нет проблем найти, и я даже один раз, когда играл, пытался считать, сколько во всем корабле было глоустиков, и я насчитал ровно 38. На одном корабле. I don't know what I expected. Чтобы выполнить это достижение, вам необходимо найти ракетницу, которая спавнится только в закрытых комнатах, которая открывается в свою очередь либо предохранителем, либо звуковым сопровождением, и выстрелить ей именно в батю. Я не знаю, с чем это связано, но, наверное, потому что они оба огненные, ламовые, я не знаю. Выполняйте достижение ваше. Steam Want Connect. Двухсмысленное название, не правда ли? Но так или иначе, чтобы выполнить это достижение, вам необходимо выключить пар на всем корабле. Естественно, через машинное отделение. Что для этого нужно? В самой первой комнате мы находим предохранитель, который мы вставляем в электрощиток, находящийся в машинном отделении. Затем мы подходим к телефону и звоним на второй номер. На звонок сразу же прибегает монстр, выламывает дверь внизу и врубает телефон. После чего нам нужно аккуратно спуститься вниз, попутно не попавшись на глаза монстра. Зайти в ту комнату, в которой нет двери, и перекрыть огромный вентиль. Вот эта вот машина, которая похожа на... Знаете, машину, куда привидений из этого ловителя привидений засовывают. Ну, в общем, так отключается весь пар на корабле. Now think about what you've done. Чтобы выполнить это достижение, вам необходимо запереть монстра в комнате. Чтобы это сделать, вам необходимо взять следующие вещи. Вам необходимо взять радио и предохранитель. А именно, предохранителем открываем запертую электричеством дверь. Кидаем туда предмет, издающий перманентный звук. Там таймер для варки и цели радио. Бросаем его в комнате и шугаемся. Ждем, пока монстр зайдет в комнату. Закрываем дверь и обрубаем электричество. Монстр заперт, вы великолепны. Только это будет продолжаться недолго, он все равно выйдет оттуда, потому что эта игра заскриптованная дерьмища. Ну и, наконец, последнее достижение. A Sequence of Unforgettable Events. Чтобы его выполнить, вам необходимо упасть в дырку в полу и дать монстру вас убить. На этом все и, господи, как же мне сейчас полегчало. Я как будто кандалы с ноги сбросил, господи. Эта игра, когда она недавно вышла, она была одной из моих самых любимейших. И вот сейчас, когда я понимаю, что она уже старенькая, надо ее отпустить. Ну что же, я отпускаю эту игру. Ну а так, если вы с этой игрой еще не ознакомлены, то поиграйте. Это один из немногих достойных, пускай инди-проектов, но качественный инди-хоррор. Причем графонистый. Посмотрите на эти текстурки. А теперь зайдите на любой инди-хоррор, который вы знаете. Ну посмотрите на это и на это. Разницу ощущаете? Тем более, если играть на ультрах, то не так уж и блеводно, и даже не кажется, что это инди-хоррор. Кажется, что это ААА-проект. Хотя, это инди. И даже рогалик, выполненный с великолепной генерацией, которая без лагов. Да, на ранних стадиях было много багов, чаще помогающих игроку, но сейчас их все пофиксили. Ну что ж, дерзайте с получением ачивок и не подводите родителей, а то они дадут вам пизды. Всего хорошего. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА